Всем привет! Это студия 21. Меня зовут Дима Плечко. Меня зовут Маша Вечерко и сегодня мы поговорим о молодых водителях. Ни для кого не секрет, что существует предвзятое отношение опытных водителей к новичкам. Узнаем, насколько подготовленными выходят молодые водители из автошкол и обосновано ли мнение о том, что молодой водитель опасен на дороге. У нас в гостях Михаил Яковлев, старший инспектор по особым поручениям Управления ГАИ УВД Обрезкового облсполкома. Здравствуйте! И Александр Яшин, водитель, стаж которого составляет около 4 лет. Давайте сразу немного окунемся в статистику, чтобы был предметный разговор. Михаил, скажите, какой процент ДТП совершается с участием молодых водителей? Ну, если брать за последние 5 лет, то процент ДТП, который совершают молодые водители, это водители, которые имеют стаж управления транспортным средством до 1 года, составляет такой процент где-то от 4 до 5. Это именно учетные дорожно-транспортные происшествия. Мы учитываем в данном случае только дорожно-транспортные происшествия, где пострадали люди. А за последние годы ситуация как-то менялась? Ну, если мы ведем разговор о молодых водителях, то, конечно, здесь, если брать последние годы, то доля таких дорожно-транспортных происшествий остается, к сожалению, остается она постоянной. То есть не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Вот если взять статистику, в 2015 году у нас было зарегистрировано на территории области 566 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли либо пострадали люди. 26 из этих происшествий было совершено по вине водителей со стажем до 1 года. 32 человека в данных происшествиях получили ранения. Из них, что очень трагично и печально, это 3 ребенка получили ранения. То есть, в общем-то, вы бы сказали, это большая цифра, вот, участие молодых водителей в ДТП или нет, на ваш взгляд? Ну, если брать с точки зрения 4-5%, то цифра небольшая. Но все же, если брать общее количество ДТП и вот этот вот процент, то все-таки довольно внушительная цифра получается. Ну, а вы, Александр, как, попадали за последние годы или вообще в ДТП? Ну, мы, конечно, надеемся, что не попадали. Нет, конечно, не попадал. Ситуации какие-нибудь попадали, может, на дороге. Какой у вас стаж для начала, скажем? Практически 4 года, без малого. И вот, что было самым тяжелым с момента, как вы получили права, и вот, когда сели в первый раз за руль, какие сложности возникали? Ну, на мой взгляд, самое сложное было самостоятельность. И так как тяжело было без инструктора сразу сесть, поехать, какие-то правила новые начали возникать у меня в голове, так как едешь, к примеру, и что-то новое вот появляется, и ты, ну... Как это правила стали возникать в голове? В смысле, каким-то вещам не научили в автошколе? Да, да, мне показалось, что у меня недостаточно опыта. Именно опыта имеется в виду, что после выхода из автошколы больше считаете, что надо было. Но, тем не менее, в ДТП вы не попадали, то есть, в принципе, или очень аккуратные водители... Нервы стальные. Да, нервы стальные. Старался ездить очень аккуратно и внимательно, так как машина была не своя, а отцовская, и было как бы немножко страшно. Войне страшнее, я бы сказал. Ну, хорошо, ну вот вы не попадали, но, может быть, наверное, у вас есть или ребята, с которыми вы вместе учились, или просто знакомые, у которых тоже небольшой стаж, может быть, кто-то из них попадал в ДТП? Нет, никто не попадал. Да, самое интересное, что я не знаю, из моих знакомых друзей, кто попадал в ДТП. Ну, то есть, в общем-то, те цифры, которые я нашла перед тем, как готовилась к передаче, говорили о том, что среди виновных в совершении ДТП водителей около 40% составляют молодые люди со стажем вождения до 3 лет. То есть, они как бы пока не подтверждаются. Больше 60% не попадали. Да, в нашей беседе. А как вы считаете, Александр, то есть, то, что, когда вы ездите с инструктором, мешает, может, то, что, когда вы выбрались в город, там намного плотнее поток автомобилей. А чаще всего с инструктором ты едешь по окружным дорогам. Какие-то специальные, да, там выбирают пустые. Ну, попроще и получше маршруты для именно новичка. То есть, ты предлагаешь сразу бросать... Ну, что, я вот, например, когда ездил с инструктором, я где-то только два раза в город просто, ну, так сквозную проехал, и то я бы не сказал, что по-самому страшному. Вы бы хотели, если бы сейчас снова пошли в автошколу, чтобы вас как-то более так радикально учили водить? Да, конечно. У нас так и было, что мы, в основном, какую-то часть времени ездили за городом, и, наверное, одну третью, может, даже немного меньше, действительно, в тех местах, где очень тяжело сориентироваться малоопытным водителям. Для меня самое жуткое было, это в первый день меня на горбатый мост сразу уже закинули возле больницы, там же, этой железнодорожной. Ну, вот, а сейчас, например, для вас, что представляет наибольшую опасность на дороге? Кого вы боитесь там больше всего? Может быть, пьяных водителей или, там, пьяных, да? Да, бывает такое. Госавтоинспекция. Аккуратнее. Ну, а я сейчас предлагаю прерваться на блиц-опрос, в которых мы опросили наших горожан, что для них представляет наибольшую опасность на дороге. В Бресте появилась новая разметка, новые сметофоры, добавились стрелки, как я наблюдаю, ну, стало гораздо лучше. Я бы больше внимания обратил на старое поколение, которые уже такие люди далеко от пенсионного возраста и создают большую опасность за рулем. Некоторые некультурные водители, некоторые культурные. Некоторые правила не знают. Не знают, как они получили права. Молодые не пропускают, в возрасте, который уже с опытом, они пропускают. Это даже видно на пешеходных переходах. Пешеходы, возможно, нарушают правила дорожного движения, они не переходят ни там, где нужно идут. Ну, и водители не всегда останавливаются. Когда проходит пешеход, с этим я сама сталкивалась. Самое опасное, как говорят, после первого года получение прав. Тогда он уверен в том, что он уже что-то умеет и может начинать лихачить. А молодой он еще всего боится. Ну, смотри, а какой молодой. Таксисты, что я смотрел, часто в аварии начали попадать. Машины разбивают. В общем, так как бы все хорошо. Изменили как бы разметку. Пробок стало меньше. Есть недобросовестные водители, конечно. И я думаю, и пешеходы тоже есть недобросовестные. Поэтому все-таки нужна культура. Неуважение водителей друг к другу подрезают, летят на красный, летят постучить на желтый. Пешеходы в наглую идут. Не смотрят, что машина не может остановиться моментально. Некорректно друг к другу, допустим, относятся. Допустим, надо больше любви друг к другу, и все будет на дорогах хорошо. Ну что ж, береженого Бог бережет. Давайте разберемся в причинах, которые вызывают ДТП. Одна из них, мне кажется, лежит на поверхности. Это то, что банально мало опыта у таких водителей. Что бы вы, Михаил, еще выделили из таких причин дорожно-транспортных происшествий? Да, это совершенно верно. Это, к сожалению, недостаточные навыки управления транспортным средством. То же самое, это боязнь самому выехать на дорогу без инструктора. Ну и вот эти основные факторы, они влияют на то, что молодые водители попадают в ДТП. Ну а как же можно этот опыт получить? То есть только, я так понимаю, можно брать дополнительные занятия в автошколе. Это же... Или может молодой водитель ездить в сопровождении какого-то более опытного водителя и так получать опыт? Вот какие здесь правила? Здесь я бы порекомендовал молодым водителям, конечно, если первые они самостоятельно садятся за руль и выезжают в город, конечно, кого-то попросить более опытного, возможно, отца или друга, у которого более опыта побольше, вместе с ним выехать, поездить по городу. И, соответственно, уже сам молодой водитель получит больше навыков управления транспортным средством, почувствует себя за рулем более уверенно. И после этого уже можно садиться за руль самостоятельно без какого-то сопровождения. Ну, я лично считаю, что, с другой стороны, ты ведь ездил все время с инструктором, и тебе было не страшно. И вдруг ты хочешь выехать за город, и опять с собой берешь кого-то, чтобы он сидел с тобой, и было не страшно. А в следующий раз, в следующий раз, опять с собой брать человека. Ну, и мне кажется, здесь просто опыт и уверенность – это немного разные вещи. То есть, уверенность – это можно, ну, может у человека быть опыт, но так и не быть уверенности. Вот, может быть, это какие-то психологические еще барьеры? Как вот... Ну, здесь психологический барьер, я скажу, может быть только один. Когда ездишь с инструктором на учебном автомобиле, учебный автомобиль оборудован тублирующими педалями тормоза и сцепления. И поэтому, когда едет с инструктором, обучаемый вождению, соответственно, если где-то что-то он сделал не так, инструктор ему подскажет или вовремя затормозит, если где-то вот надо вот это сделать. А, соответственно, когда он садится на автомобиль, уже который не оборудован данными педалями тормоза и сцепления, ему уже самому надо, если возникает какая-то ситуация, принимать меры к снижению скорости, торможения, соответственно. Поэтому вот здесь, в этой ситуации, молодой водитель, он психологически ему тяжелее. А как вы, Александр, считаете, когда вы в первый раз сели за руль автомобиля, вам хотелось, чтобы кто-то возле вас сидел? Или проще было перебороть этот страх, выбраться в город одному, и последствием этого стало то, что у вас появился опыт вождения автомобиля одному? Я, Дмитрий, с вами полностью согласен в том плане, что со мной сначала долгое время ездил отец, и я скажу, что по большей части он мне хоть и подсказывал очень много где, но по большей части, вот вы правильно подметили до этого, что есть такой фактор, что люди просто иногда мешают тебе. И это заключается в том, что я вот ехал где-то, были какие-то участки дорожного движения, что я знал поступить, ну вот надо так, вот нас учили в автошколе, надо сделать так-то, так-то, а в итоге по факту отец из-за какой-то своей, ну, возможно, малой неопытной, ну, он был очень опытен, но он, возможно, не знал просто какие-то правила, подзабыл это, да, вносит что-то постоянно новое, и он не знал, и иногда мне подсказывал не совсем верно, и это меня иногда сбивало, на самом деле. Ну да, то есть под рукой, если кто-то говорит, как ехать. И действительно практику я в основном получил только в тот момент, когда я начал ездить сам. Ну вот я из всего разговора понимаю, из того, что Александр говорит, что очень такой сомневающийся, то есть аккуратный человек, ну, аккуратный водитель. У молодых водителей вообще есть такой стереотип, что они очень самоуверенные, самонадеянные, и вот мы хотели поговорить о том, что часто это, наверное, не так, и что часто опытные водители, наоборот, они, может быть, не имеют тоже какого-то достаточного знания, наоборот, считают, что я все могу, я все умею, и это играет как бы с ними злую шутку. Такое, с таким вот вы встречались? Ну, к сожалению, такое бывает. Даже водитель со стажем довольно-таки внушительным может попасть в дорожно-транспортное происшествие именно из-за того, что считает себя самоуверенным, знающим все и вся. И в основном это попадают какие люди, которые недисциплинированы на дороге, которые превышают скоростной режим, финально отвергают требования правил дорожного движения. Вот такие водители, ну, так сказать, хулиганы на дороге, которые ведут себя таким образом, вот в основном они попадают в дорожно-транспортное происшествие. Молодые же водители, почему попадают в дорожно-транспортное происшествие, это, вот, как уже было сказано, недостаточность опыта, не может правильно молодой водитель оценить дорожную ситуацию, обстановку, и поэтому попадают вот они. То есть это не обязательно, что он молодой, самонадеянный, и вот он... Ну, а как вы считаете, насчет отвлекающих факторов водителей, то есть, например, разговор по телефону, ну, ясно, что это запрещено во время управления автомобилем, ну, например, музыка громкая в автомобиле, или сзади там друзья сидят, тебя отвлекают, или еще что-то, там, газоник давай, газоник, или что-нибудь такое, то есть какие-то отвлекающие факторы. Ну, я скажу, даже вот по своему опыту, когда я только получил водительское удостоверение, стал ездить самостоятельно за рулем, то, как правило, здесь очень сосредоточенно едешь, внимательно смотришь по сторонам, все, и другие факторы практически тебя не отвлекают, и сам ты не отвлекаешься, а уже когда немножко приобретаешь навыки вождения, то есть уже не смотришь, как передачу какую включить автоматически, там, скорость переключить, и что тогда уже немножко начинает отвлекать. Не знаю, может, Александр со мной согласится, когда паркуешься во дворе, подъезжаешь к сложному перекрестку, оп, музычку потише делаешь, чтобы была концентрация, ты будешь поехал, дай, чтобы хорошо включил. То есть пока, Александр, вы себе не позволяете тоже каких-то таких вещей, чтобы сильно отвлекали, или, например, какие-то вещи не отвлекают у вас, которые... Ну, на данный момент абсолютно ничего не отвлекают. На первом этапе становления моего опыта, да, конечно, мне было тяжело ездить с музыкой, она очень сильно отвлекала, поэтому я старался ездить без нее, а сейчас как бы без проблем, как Дима сказал, заезжая во двор, немножко иногда делаю потише, но в основном она меня не сильно отвлекает. Ну, по машине прислушаться, скажем. Да, главное, почувствовать машину. Очень дисциплинированный у нас водитель попался. О том, насколько дисциплинированный водитель Брещен, по сравнению с другими регионами, давайте узнаем из сюжета. Если спросить даже воспитанника детского сада, какие сигналы светофора разрешают, а какие запрещают движение транспорту и пешеходам, со стопроцентной уверенностью получим правильный ответ. Но вот взрослые, особенно водители, те, кто должен знать это в первую очередь, уже кое-что забыли из правил дорожного движения. Иначе как объяснить тот факт, что уже с начала года на территории области сотрудниками ГАИ остановлены более 400 водителей, которые проехали светофор на красный сигнал. И это только выявленные факты. На сегодняшний момент действительно эта проблема существует, она существовала всегда. И чем это обусловлено? Наверное, в первую очередь, это агрессивное поведение на дороге, это неуважение по отношению к другим участникам дорожного движения, но это, естественно, создание реальной угрозы безопасности. Ведь мы прекрасно с вами понимаем, что в первую очередь мы учим детей, что только загорается разрешающийся на светофор, мы можем проходить. А по последним видео, которые в том числе размещаются в интернет-сетях, мы обращаем внимание, что в принципе тельный зеленый уже начинает страшно и опасно ходить. Административная ответственность за такое нарушение правил дорожного движения до пяти базовых величин. За несколько часов проведения рейда в областном центре сотрудникам ГАИ такие нарушители в этот раз не попались. Некоторые автолюбители, наоборот, считают дорожное движение на улицах Бреста практически образцовым. Ну, я думаю, относительно дисциплинированные водители. Я как бы таких серьезных нарушений не замечал. Вперед же идем, равняемся на запад. Водители дисциплинированы и соблюдают правила дорожного движения нормально. В вашей практике были случаи, что так, не успели на зеленый? Ну, стараюсь успевать. Ну, бывали, конечно, у каждого водителя, я думаю, такое бывает. Брестская область на сегодня и правда занимает последнее место в условной таблице по количеству дорожно-транспортных происшествий и погибших в республике. За этим стоит каждодневный труд сотрудников госавтоинспекции области, которые многое делают для профилактики безопасного дорожного движения. А если есть основания, наказывают нарушителей. Сегодня в сегменте количество погибших на 100 тысяч проживающих мы лидерю в хорошем понимании в республике и удерживаем эти позиции. По результатам прошлого ушедшего года количество погибших было на самом низшем уровне. В цифровых показателях, если говорить в абсолюте, то за три месяца на территории нашей Брестской области зарегистрировано и произошло 83 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Это на 40 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить в цифрах, в процентах, это минус 34%. По погибшим 11 человек мы потеряли. Это на 15 человек меньше, чем в ушедшем 2015 году. Как мы видим, водители Брещины достаточно дисциплинированы. Но вот, Михаил, к вам вопрос. Молодые водители на фоне других областей, именно Брещины, как-то выделяются? Нет, примерно одинаково. То же самое, что и в Брестской области. В других областях ситуация обстоит примерно одинаково. Александр, вот вы, когда окончили курсы вождения, вы чувствовали, что вы с достаточным опытом вышли оттуда из автошколы или чего-то не хватало? Конечно же нет, опыта не хватало. Как я говорил ранее, мне иногда было тяжело сориентироваться на некоторых участках дорожного движения. Поэтому мне понадобилась иногда помощь отца. Я ездил с ним, и он говорил мне, как правильно ездить в той или иной обстановке, как себя правильно повести. И он был достаточно опытным водителем, работал в такси, и я ему вполне доверял и мог положиться на его совет. Ну хорошо, давайте поговорим еще об автошколах поподробнее. В России проводили исследование, в ходе которого выяснили, что те ошибки, которые молодые люди совершают на дороге, они заметны уже на экзаменах в автошколе. Иногда они останавливаются на красный свет светофора. И, что самое интересное, они не предпринимают каких-то действий для предотвращения ДТП. Вот, Михаил, на ваш взгляд, с достаточными ли знаниями выпускаются ученики автошкол? Ну, тут говорится, как научили, так и выпустили. Как плохо учили в автошколе, так и кандидат водителей приходит к нам в ГАИ сдавать экзамены. И те же самые ошибки, которые, как его научили в автошколе, те же самые ошибки он допускает, когда приходит на экзамен по вождению. То есть есть какие-то типичные ошибки, которым учат в автошколе, и потом они... Учат ошибкам в автошколе? Нет, я считаю, что здесь все зависит от мастера производственного обучения вождению, который непосредственно учит молодого человека для того, чтобы он пришел в ГАИ и сдал экзамен. Вот если он недостаточно, мастер производственного обучения вождению, уделяет внимание своему курсанту, то, соответственно, выходя из автошколы, закончив автошколу и придя к нам для сдачи экзамена в ГАИ, он те же самые знания, которые получил, показывает у нас. Какие действия можно предпринять, чтобы улучшить как-то ситуацию с подготовкой в автошколах? Одни, как я считаю, из таких положительных примеров, прочитали лекцию на какую-то тему, приняли зачет. Прочитали вторую лекцию, приняли зачет. Прочитали три лекции, потом приняли общий зачет. То же самое по вождению. Отработка, допустим, каких-то упражнений на автотроме. Проехал, встал зачет. И вот так вот постепенно, 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 и это все в процессе обучения, закрепляются полученные навыки, и в итоге человек, который закончил автошколу, приходит к нам в ГАИ и уверенно ездит за рулем, и оценивает правильно дорожную обстановку. Ну и, соответственно, тут и тогда и ДТП никаких не случается. Ну, это достаточно интересно. Я бы тут поспорила, потому что мне кажется, легко. Вот ты только что выучил, завтра ты сдал, а послезавтра забыл. Вот такого риска нет? Нет, тут риск не в том, что ты сегодня выучил, а завтра сдал зачет. Допустим, на изучение определенной темы какой-то, вот что по знаниям правил дорожного, что дорожного движения, что по устройству автомобиля, допустим, отводится по программе подготовки определенное количество часов. И эти часы, допустим, там 12 часов, соответственно, не более двух часов за занятие. И это, соответственно, где-то занятия идут неделю, может, две, в зависимости по расписанию, и уже по истечении этого времени, тогда уже сдается зачет. То есть это не одно момент, а происходит. То есть прошло занятие, и сразу принимается зачет. Вот почему знания в этом случае укрепляются лучше. У нас законодательство не стоит на месте, постоянно правила дорожного движения меняются, туда вносятся какие-то изменения, и, соответственно, эти изменения надо знать. Если ты постоянно управляешь транспортным средством, не надо открыть книжечку, почитать, что-то новое узнать, что-то старое, что забыл вспомнить. Ну и, соответственно, если долго не ездил, надо и поездить за рулем. Ну вот, а то, что мы обсуждали, о том, что водительский стаж начисляется с момента получения прав. А если человек получил права и два года не ездил, как-то тоже не очень справедливо, что стаж-то идет, и, может быть, с этим тоже стоило бы... Ну, в этом случае стаж идет формально, будем так говорить. А уже если действительно стаж, то, соответственно, действительный стаж – это сколько ты за рулем. Ну, тоже так формально говорите, но сзади наклеечку 70 клеить надо. До Гродно 70 ехать было очень весело. Ну, предусмотрено правилами дорожного движения. Ну, я говорю, что тоже так, вроде условно, вроде ты каждый день ездишь за рулем, но надо 70 ездить, хоть ты там каждый день на протяжении года садился за руль. А кто-то у него два года справа дома полежали. Несправедливости. Несправедливо вообще. Ну, давай, чтобы ты не горячился, отвлечемся, посмотрим выпуск интересных новостей. Каждый может стать моделью. Надо всего лишь подождать. Лет сто, не больше. Столетняя жительница Великобритании стала первой моделью, снявшейся для журнала Vogue в столь почетном возрасте. Фотосессия приурочена к 100-летнему юбилею британского отделения журнала и будет доступна лишь в специальном выпуске. Было бы здорово, если бы все, кто доживал до 100, проходил фотосессию. Бонус, так сказать. А людям все хочется летать. То летающие квадрокоптеры, всевозможные ранцы, крылья. А теперь еще и это. Британский изобретатель Колин Ферс представил свой самодельный ховербайк. Летающий мотоцикл, использующий пропеллеры. На видео можно увидеть, как транспортное средство парит над землей, но является довольно неловким в перемещениях. Прототипы едва удается успешно преодолеть более нескольких метров. Работа над ховербайком, которая велась в домашних условиях, заняла три месяца. При этом большую часть времени ушла на ожидание деталей, а сборка и отладка устройства отняла лишь около четырех или пяти недель. Вот парень молодец! У нас бы точно техосмотр не прошел. А теперь разбавим наши интересные новости чем-то очень милым. Видео с детенышем коалы, вылезшим из сумки своей матери, покорило сердца пользователей сети. Ролик был снят работниками зоопарка Австралии. Еще не названный детеныш стал первым из тринадцати, кто отважился покинуть родительскую сумку. Было бы здорово, если бы в Беловежской куще был свой канал. Показывать жизнь животных, я думаю, было бы здорово. А вы обновились до десятой винды? У нас вот в школе, наверное, до сих пор Виста стоит. Всплывающее окно обновления до операционной системы Windows 10 прервало прямой эфир прогноза погоды. Уведомление перекрыло ключевую часть экрана, на котором отображались метеорологические сводки. Ведущая с юмором отнеслась к ситуации, иронически отметив, что все пользователи любят огромные всплывающие окна. Могли бы уже и начать установку, подумаешь, прогноз погоды, че уж там. Тут, понимаешь ли, Microsoft пытается нам помочь, а мы отказываемся. Эх. Слышали когда-нибудь про конкурирующие фирмы? Как они соревнуются и суют палки в колеса друг к другу? Такого, думаю, вы еще никогда не видели. В уезде Синтан, провинции Хэбэй, Китай, состоялось сражение на строительной технике. Примечательно, что видео не постановочное. Между строительными компаниями действительно произошел конфликт. Несколько человек пострадало, а полиция занимается расследованием инцидента. Сначала можно подумать, что это летсплей GTA 5. Но нет, все по-настоящему. Так что мы возвращаемся обратно в студию, а то еще попадем под горячую руку конкурирующих фирм. Как считаешь, Маша, может, это станет когда-нибудь спортивным состязанием? Я бы на такое точно сходил. Ну, может быть, и станет, но мне кажется, немного неэтичное поведение. Вот вы сами сталкивались с неэтичным поведением на дороге водителей? Михаил? Да, есть такие у нас водители, которые ведут себя по-хулигански на дороге, превышают постоянно скоростной режим, игнорируют все нормы правил дорожного движения. Вот как яркий пример, у нас 11 апреля в городе Бресте было совершено дорожно-транспортное происшествие. Молодой человек, 96-го года рождения, имеющий стаж водительский чуть больше года, управлял автомобилем БМВ по улице Московской в городе Бресте и на регулированном пешеходном переходе, поехав на красный сигнал светофора, сбил насмерть женщину на пешеходном переходе, которая на месте ДТП скончалась. А сам дальше скрылся с места происшествия, спрятал автомобиль и после этого с друзьями продолжил дальше свои похождения. Действительно страшно такое случилось. Ну вот это плохой пример молодого водителя. То есть, как бы, не хочется сказать, что все такие, но, тем не менее, и такие примеры есть, да, среди молодых? 79 раз вот этот молодой человек привлекался к административной ответственности. За это время, пока у него, с момента получения водительского удостоверения, 70 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В том числе и не имея права управления, он ездил какое-то время, и нарушения скоростных режимов. Ну, там целый букет, очень много нарушений. Александр, вот, тоже, ну, любят на молодых водителей наговорить много всего, но вот еще случаются и такие ситуации, когда молодой водитель выезжает на дорогу, он хочет вести себя в соответствии с правилами, он едет там где-то с ограничением скорости, но он этим начинает раздражать более опытных водителей. Ну, попадаешь в поток, в котором едут все 80, например, 90. Да, и то есть там, не знаю, что они там начинают делать сигналы. Ну, объезжают, подрезают. Да, да, вот, это, с этим вы как-то сталкивались? Были ли вот такие ситуации, когда вас негативно воспринимали на дороге, как-то пытались научить жизни? Да, было в самом начале моего опыта, я выехал за город, вот, и ехал 70 по крайней полосе, вот. Просто ехал, забыл про то, что надо ехать по правой, вот, и мне сигналили потом водитель, водитель БМВ, он был очень зол на меня, моргал мне светом фар, но я не мог перестроиться, так как справа тоже было транспортное средство, но потом я немножко ускорился, он меня обогнал и решил, что мне надо отомстить, подрезав меня и резко притормозит. Ну, здесь вы как бы были немножко неправы, да? Ну, опять же, нельзя так наказывать. Ну, конечно. Для такого наказания существуют другие органы. Я к этому и веду, что, может быть, как-то опытным водителем тоже надо быть поспокойнее, по, ну, уважительнее к... Терпимее. К терпимее, да, отлично слово терпимее. Сколько раз на дороге видишь, даже учебка едет, и как все ее там подрезают, обгоняют сразу вид, учебка едет. Ну, да. Ну, в общем, если подвести итог, существует ли такой стереотип, что молодой водитель опасен на дороге, и если он существует, то имеет ли он право на существование? Михаил, как вы думаете? Ну, никуда мы от молодых водителей не денемся. С каждым годом водительский наш коллектив становится все моложе. Я к чему, что моложе становится? То есть, начиная от 18 лет, все больше и больше людей молодых идут в автошколы, получают водительские удостоверения, и, соответственно, потом садятся за руль и выезжают на наши дороги. Немножко надо, мы уже говорили, что терпимее к этим людям быть, к водителям. Они со временем наберутся стажа, ну и будет все у нас порядок на дорогах. Первое время, конечно, я чувствовал себя неловко, вот, как я говорил ранее. Вот, мне пытались мстить, сигналить, выговаривать некоторые слова через стекло. Вот, я понимал, что они говорят, но что я мог сделать, если я был без опыта? Я просто учился ездить, практиковался чуть чаще и чаще, но как-то же надо учиться. Да, надо забыть, что все эти крутые водители были со временем молодыми водителями, которые, я уверен, не хуже ездили. Да. Хорошо, спасибо большое вам за беседу, спасибо, что пришли. Спасибо. Спросим у нашей аудитории, как они относятся к молодым водителям, и какие выводы сделали из сегодняшней передачи. В студии прозвучали такие слова, что водители Брещины достаточно дисциплинированные на дорогах. Я не согласна с этим мнением, так как ежедневно на информационных порталах Брещины публикуется огромное количество новостей, связанных именно с ДТП. У меня довольно предвзятое отношение к молодым людям, которых я вижу за рулем автомобиля. Но я вынесла из этой программы то, что все-таки действительно нужно быть более лояльными к этим людям, потому что нужно им тоже набираться опыта. Я считаю, что правила дорожного движения созданы не только для водителей, но и для пешеходов, и оба сторонника дорожного движения должны их соблюдать и заботиться о своей безопасности. Сейчас я пока пешеход, но в скором времени стану водителем, и исходя из передачи, для себя много отметила. И на будущее буду осторожна как со стороны пешехода, так и со стороны водителя. Опытным водителям надо вспомнить, что когда-то они сели за руль сами в первый раз, и, возможно, чувствовали себя неуверенно и как-то более терпимо относиться к своим молодым коллегам. Ну а молодым водителям мы желаем повышать свою стрессоустойчивость, реакцию и хорошие дороги. Мы с вами встретимся в следующий раз. До встречи. Пока. Пока.